всем огромный привет добро пожаловать на мой канал давайте будем готовить завтрак для завтрака смотрите 278 грамм у меня идет кабачка сейчас посолю и перемешаю чтобы кабачок дал сок дальше добавила одно яйцо перец теперь все надо хорошо перемешать так это будет наша основа теперь я беру рисовую муку и добавляем не нужно 40 грамм по-хорошему что сны нет это мама не будет это мама не тесто делается все 41 грамм перемешиваем так тем временем сковородка разогрелась вот что у меня как получилось теперь выкладываю и быстро нужно распределить ложкой распределяем так все делаем на медленный огонь и пусть потихонечку она прожаривается пока будем делать начинку так смотрите что нам будет в начинку помидор я обнулила прям показываю сколько пятьдесят шесть грамм давайте обнуляем так это у нас ветчина индейки 72 грамма 373 обнуляем так и сыр сыр меня сегодня российский 38 грамм сейчас все это миленько нарежу как раз у меня снова поджарится он потихонечку схватывается сейчас посмотрю может уже надо перевернуть мои хорошие пришло время переворачивать сейчас покажу как я переварить чтобы она ну как бы не сломалась кладу тарелку и обратно выкладываю вот так смотрите взяла столовую ложку сметаны здесь меня 22 грамма просто вот так и распределяю по всему спасибо шестное так и теперь выкладываю ветчину помидор сейчас еще сыр натру и все будет такой вот завтрак ну что вот такой завтрак у меня получился моя пицца кофе с молоком все посчитала в программе у меня вышло 513 калорий в общей сложности так что приятного мне аппетита сын уже позавтракал вон хулиганец сидит с машинкой а чай будешь пить так что буду завтракать всем приятного аппетита и мне тоже всем огромный привет уже думаю поздоровую с вами расскажу что у меня происходит и как у нас обстоят дела с весом у нас у меня у сына все нормально вот то что хочу сказать сейчас я питаюсь по три раза в день и иногда бывает у меня перекус вечером потому что я смотрю баланс хватает не хватает и там можно что-то добавить или убавить сегодня если честно вот не знаю будет у меня перекус или нет потому что на завтрак и не помню что я сказала или нет у меня в общей сложности моей вот этого пицца вышла на 515 калорий так вот в такие знаете такие моменты когда вот надо сделать объемный по калорийности имеется ввиду обед или ужин вот такой вот такая вот штука спасает если так скажем делать что-то не заморачиваясь то скорее всего был бы перекус а сегодня вот я не знаю посмотрю что мне сейчас с весом я говорил уже что мне вес сошел до 108 500 потом получается вот съездили на шашлыки он у меня поднялся до 110 как всегда дамы бы был алкоголь и мясо я ела не только курицу да как бы ладно вот потом начинал начал через два дня вот начало все сходить опять сошло до 108 200 девочки вчера а вот этим с этим питанием вот у меня что вот происходит я не пойму потому что когда это перешла вот на это вот 3-4 разовое питание баба машинку купила да у меня девочки вес скачет причем скачет так что он у меня опять поднялся до 110 и вот питаешь питаешься вот все прям четко ничего себе не позволяешь вес стоит ну что-то вот иногда себе дашь слабинку вес уходит вниз не знаю почему и вот получается вчера я вот на протяжении где-то днева дней дней трех не позволяла себе ничего лишнего да вообще вот вообще прямо строго строго и получается у меня вес девочки стоит и стоит стоит и стоит вчера у меня на весах было скачок вниз был до 100 8 900 . я прыгала к не знаю кто честно где ты на работе все приедет приедь с бабой папа с работы приедет без дяди сам приедет и что мне сегодня девочки происходит у меня происходит опять скачок вверх у меня сегодня опять на весах 110 я не могу меня это уж так начинает девочки бесить у меня иной раз просто хочется все это бросить и сказать ну его в баню потому что вот это вот постоянные скачки туда-сюда игра вот эту вот как не знаю во что можно конечно так сказать юля что-то тянешь впереди данные пятиразовое питание обратно девочки ну так удобно если честно есть три но иногда четыре раза в плане того что ты вот позавтракала и не надо тебе смотреть смотреть там по времени что тебе в 12 надо перекус ты можешь спокойно переделать все дела не не беспокоиться что у тебя еще не там перекуса какого-то да то есть вот мне прям вот кайфово что вот так вот обед у меня получается происходит только в часа три что я ничего не ем до этого быстро колеса крутятся вот но то что у меня конечно стоит или скачет туда-сюда вес мне не нравится очень не нравится еще посмотрю если конечно будет также все продолжаться то мне кажется придется вернуться обратно на это вот это вот пятиразовое питание посмотрим девочки не знаю самое главное чтобы юля не птиханула не послала это все куда-нибудь очень далеко и сказала ну его в баню вот вообще кошмар вот вроде бы знаете как это кажется ну что такое вот особенно вот кто знает мама мою да ну вот похудела и похудела и им так кажется всем что это происходит быстро а вот а вот нет 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 быстро это к сожалению не проходит и не происходит и есть вот такие вот моменты что стоит 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 недели две может стоять такие скачки могут быть туда-сюда и вес может не уходить или потом знаете как вот ушел ушел раз скачок может вернуться откуда куда что это возвращается даже раз может по полтора килограмма вернуться, хотя ты думаешь, блин, ну ничего не ел, ничего не позволял. Вот реально бывает такое. Если вы реально думаете, что похудеть просто, вы очень сильно ошибаетесь. И похудеть на большую, ой, так скажем, на большое количество килограмм реально сложно. Вот реально. Единственное, мне было, наверное, легче в том плане, как в Барментале меня посадили на 1200 калориев, и там вообще ни вправо, ни влево. Там я похудела за первый месяц на 10 килограмм. Но я вот так вот головой, я не хочу себя, девочки, вгонять обратно в эту же, так скажем, очень сложно, вот как объяснить, очень сложно это психологически, потому что у меня теперь последствия того похудения, того жесткого моего похудения, что для меня чисто психологически очень сложно настроиться для похудения, потому что я не знаю, мне кажется, что это будет опять что-то невкусное, опять будет что-то чересчур там, как знаете, грудка, не знаю, там гречка, салаты, ничего лишнего. Поэтому сейчас я ищу вот такие вот варианты завтраков, как сегодня делала, там дальше покажу, что я буду делать на ужин, чтобы мне не было, что, вернее, чтобы мне было интересно худеть. Вот. Еще бы у меня организм не это, не играл со мной злую шутку, вот этими вот скачками туда-сюда, потому что правда, когда стараешься-стараешься, а не видишь результата, вот начинают опускаться руки, честно. Иной раз вот я сегодня, когда встала на весы, когда увидела обратно этот прикат, плюс на весах, девочка, хотела пойти сожрать шоколадку, честно. Потом думаю, не, сегодня сорвусь, завтра сорвусь, и я никогда ничего и со своим весом не добьюсь. Так что я все равно не опускаю руки, пускай мне будет медленно, но я надеюсь, верно. Так что будем бороться со своим лишним весом и идти только вперед. Кстати, на днях постараюсь снять обещанное мной видео про то, как я высчитала калорийность, которую мне надо для похудения именно, и покажу вам, какой я программой пользуюсь для, ну, куда я забиваю, да, что я съела для подсчета и как ей работать. Постараюсь сделать это через телефон, покажу. Так что оставайтесь, давайте смотреть наши тарелочки дальше. Ну что, мои хорошие, давайте начнем готовить обед. Здесь у меня фарш инди-лайт, как видите, он 199 грамм. Дальше мне надо взять луковицу, так, сейчас обнулим. Так, луковица у меня вот есть, немного отрезанная, 106 грамм. Сейчас я ее перемолю и добавлю в фарш, перемешаю. Так, и еще добавлю вот один зубчик чеснока, почистила. 7 грамм. Блендер. Там у меня лук, сейчас все буду молоть. Так, теперь берем рис. Рисы, так, чтобы он было видно. Тихо, много. Мне надо 50 грамм. О! Так, сейчас я заберу. Так, ну что, рис 48 грамм. Сейчас я его хорошо промою. Добавлю туда и все перемешаю. Так, добавила я сюда рис. Одно яйцо вбила. Приправа здесь у меня получается паприка сладкая, немножко черного перца, смесь перцев и соль. Сейчас все перемешаю хорошо и буду формировать тефтели. Так, теперь делаем заправку. У меня здесь сметана простопашина 10% кладу одну ложку. Тек, ложка. Так, О! Ну, весело. Отключились у меня весы. Мы будем думать, что там грамм 20, не больше, так думаю. Так, давайте теперь томатную пасту. Так, ложку. Давайте, так вот. 52. Сейчас добавлю водички и все хорошо размешаю. Смотрите, у меня воды вышло 312, ой, 322. Да, сейчас быстро все размешаю и буду уже добавлять в тефтели. Так, заливаю тефтели. Все. И на среднем огне сейчас оно закипит, потом приключу и будет томиться минут 30-40, наверное, потому что у меня рис, он не ну, не вареный, сырой. Все. Потом уже покажу обед. Тема из-ладеньки, тема из-сухолётик. Все, будем, пусть готовится. Девочки, вот так вот выглядят мои тефтели. Они мне протушились 35 минут и я их выключила. Еще себе приготовила 120 грамм огурца, но не знаю, не знаю. Наверное, этого мне и хватит. Теперь буду ужинать, ой, ужинать, обедать вернее и скоро уже надо готовить ужин заранее, чтобы можно было выйти на улицу. Все, приятного нам аппетита. Девочки, начинаю готовить ужин. Так, все мои ингредиенты вроде бы на столе. У меня такой большой кабачок. Сейчас покажу сколько, посмотрим, сколько он весит. Так, 402 грамма. Хорошо. Дальше, что мне нужно сделать с кабачком? Я его аккуратно, ровненько постараюсь разрезать и достать сердцевинку, на сердцевинку я не выкидываю. Так, грудку, грудки у меня сейчас посмотрим. Так, обнулим. Я сейчас подниму и видим, сколько весит. 125 грамм. 125 грамм грудки обнуляем. Так, лука 66 грамм, зубчик чеснока большой у меня, 7 грамм. Кусочек сыра российский у меня 24 грамма. Чего бегаешь туда-сюда? Укропчик. Ну, ладно, взвешивать его, что уже будем. Так, и давайте начинать готовить. Так, кабачок мне нужно разрезать пополам, постараться. Ну, что-то типа примерно того. Так, мякоть нужно вытащить, только постараться вытащить аккуратно, чтобы наш сам кабачок не повредить. Для этого возьму ложку. Будет хорошая идея. Нет, но нам эта сердцевинка еще нужна. Сынок, ты что бегаешь туда-сюда? Сердцевину я не выкидываю, а просто достаю. Нам нужно из кабачка сделать лодочку. Вот так получается у меня кабачок. Так, вот эту сердцевину мне надо натереть натерку. Сейчас быстро натру. Так, вот так вот сердцевинка моя натертая. Сюда же натру сейчас нашу луковину. Чеснок также натираю. Теперь режу укроп. Так, добавляю нашу начинку. Сюда же мелко-мелко стараюсь нарезать грудку. Так, ну что, все подготовила, все порезала, грудку нарезала мелко. Сейчас я добавлю приправы. Добавляю сюда приправы для курицы, паприка красная молотая и чуть-чуть смеси перцев. Также, конечно же, солим. Так, теперь добавляю сметаны 2 столовые ложки. Так, сметаны, как видите, 49 грамм. все хорошо перемешиваем и фасуем в наши лодочки из кабачка. Уже духовка у меня разогревается в процессе, так скажем. Сейчас все добавим, все сделаем. Чуть поставлю в духовку, а попозже уже посыплю сыр. Вот сыр уже потерла, он уже готовый. и все, потом уже вам покажу конечный результат. Девочки, ну что, вот мой ужин и готов. Вот так выглядят мои лодочки. Буду кушать. Приятного мне аппетита. Пробуйте, надеюсь, кстати, вкусно еще не пробовала, но очень даже выглядит, по крайней мере, ничего. Кирюша вон кушает. Что ты кушаешь? Мяско с булгуром у него и огурчики. Все, приятного нам аппетита. Спасибо, что оставались со мной. Всем пока-пока. Пока-пока.